Июльское заседание Президиума Совета Брестского областного объединения профсоюзов – это семь вопросов, важных, актуальных, требующих внимания и контроля. В их числе, к примеру, создание первичек. За прошлый год по области их было создано без малого 60. За первое полугодие текущего – уже 88. Работу по созданию первичных организаций Брестской области за первое полугодие можно считать в целом удовлетворительной. Наиболее эффективная работа по созданию первичек была проведена Брестским обкомом профсоюзов работников образования и науки. Это 12 организаций. Профсоюзы работников государственных учреждений – 8 организаций. По 7 организаций созданы профсоюзы работников агропромышленного комплекса и работников местной промышленности, коммунально-бытовых предприятий, работников здравоохранения. Шесть организаций созданы профсоюзы банковских и финансовых работников. Но есть и районы, и отрасли, которым в данном вопросе стоит подтянуться. Также в числе тем – работа с обращениями граждан, подписка на газету Федерации и итоги мониторинга ситуации с оплатой за пользование жилыми помещениями в общежитиях. Брестский обл. сполком свое решение о размерах стоимости принимал одним из последних в стране. Ее уровень – самый демократичный в республике. Но профсоюзы продолжат держать руку на пульсе. В проекте решения мы записываем, чтобы продолжить мониторинг на местах. Второе – инициировать этот вопрос, рассмотрение его на Совете по трудовым и социальным вопросам вместе с нанимателями и представителями органов власти. Также мы будем продолжать мониторинг и на уровне первичных организаций, чтобы председатели первичных организаций выходили с предложениями к нанимателям, там, где есть общежития, в учреждениях, организациях, чтобы в коллективные договоры записывались различные, скажем так, понижающие или преференции для проживающих в общежитиях. Также особое внимание уделим вопросам проживания в общежитиях ветеранов и пенсионеров. К слову, внимание к людям, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, ветеранам войны и труда, пенсионерам данной темой жилищной не ограничится. Сохранение их здоровья и жизни, максимальное ее продление – эту задачу профсоюзы будут решать в сотрудничестве с иными заинтересованными организациями и ведомствами. У нас на территории области проживает 105 тысяч одиноко проживающих пенсионеров. Так вот, мы очередной раз поставим задачу первичным профсоюзным организациям, чтобы они еще раз уточнили списки своих ветеранов, пожилых людей, которые вышли из этих профсоюзных организаций на пенсию. Многие из них остались на учете, отдельные люди не состоят на учете в профсоюзных организациях, но чтобы люди были не забыты. В качестве примера, одно из направлений помощи – контроль за наличием и состоянием автономных пожарных извещателей. Ежегодно огонь отнимает или вносит серьезные, как правило, отрицательные коррективы в десятки жизней. Пожилые люди в силу возраста и состояния здоровья в особой группе риска. Важно помочь им обеспечить собственную безопасность.